О том, что происходит сейчас в регионе, наш новостной выпуск. С вами Валентина Скворцова. Здравствуйте! Горячая вода в квартиры Архангела Городцев вернется не раньше 11 июня. Такое решение было принято на заседании штаба по подготовке к осенне-зимнему сезону. По информации энергетиков, во время гидравлических испытаний обнаружено 35 дефектов. 12 из них уже устранены. Что касается локальных котельных, то тут тоже не все так гладко. Обнаружено 33 дефектов. Стоит заметить, что гидравлические испытания сети проведены не во всех округах. Сегодня выпускники школ сдают второй обязательный экзамен по русскому языку. Знания великого и могучего демонстрирует почти 6 тысяч северян. Всего в регионе работает 85 пунктов проведения ЕГЭ. Один из них – 6-я гимназия Архангельска. Сюда показать свои знания пришли 150 выпускников из 3-й гимназии, 1-й и 14-й школ областной столицы. Чувства испытываю я такие же, как и все. Переживания – это в первую очередь. Ну и второе. Надежды на очень хорошие результаты у меня есть. Так же, как и у всех, естественно. И я надеюсь, что у меня очень все будет хорошо. Продолжительность экзамена – 3,5 часа. За честностью проведения ЕГЭ следят общественные наблюдатели. Списать практически нереально. Контроль жесткий достаточно. Значит, у нас вот сегодня режим видеонаблюдения в онлайн – это в 8 аудиториях. Две аудитории – это в режиме офлайн. Конечно, контроль жесткий. Организаторы все четко проинструктированы. С утра еще раз мы провели инструктаж. Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны 27 июня. К другим темам соглашения о сотрудничестве заключили глава Архангельска Игорь Годзиш и генеральный директор Севералмаза Андрей Письменный. Документ определяет три направления будущего взаимодействия. Инфраструктурное развитие областного центра, социальное партнерство и строительство домов для сотрудников Севералмаза. Все городские проекты сегодня только за счет средств бюджета реализовать невозможно. При этом есть взаимные интересы и у бизнеса, действующего на территории города, в его развитии. Потому что это позиционирование и компании, в том числе, которые участвуют в таком проекте. И вот этот совместный интерес позволяет сегодня находить точки, приемлемые для обоих сторон. Архангельск и предприятия уже имеют опыт успешного сотрудничества. Так, Севералмаз участвует во многих городских проектах, помогает в благоустройстве территорий, организации праздников, содействует развитию молодежного спорта и оказывает помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Севералмаз достаточно много вложил средств. Это в реализацию и модернизацию музея художественного освоения Арктики имени Бориса. На днях будет закончена последняя реконструкция. Большое наше участие в социальных программах по поддержке ветеранов. В Котласе не утихают страсти вокруг вопроса о размещении мусоросортировочного завода. На этой неделе там прошли очередные публичные слушания. И снова жители наотрез отказались поддерживать предложение администрации. Почему? Расскажем прямо сейчас. На этих слушаниях Котлашанам было предложено два места размещения. Первое. Построить мусоросортировочный завод на улице Черкова, на противоположной стороне от поворота на завод силикатного кирпича. По сути, рядом с водозабором. Хотя, как мы знаем, река Лименка сейчас и так сильно загрязнена. Сами-то вообще там были в этих местах. Наблюдают, что там рядом находится. Опять же, то же самое. Там речка рядом. Там поселок коттеджный рядом. Иных вариантов у нас просто нет в городе Котласа. Потому что у нас город Котлас ограничен жилой застройкой. И вот сейчас вот этим расстоянием, которое где-то мы с Кучуковским и Котласом. Во-первых, мы отрываем сортировочный завод от полигона. Хотя при сортировке у нас будет тот мусор, который нужно утилизировать на полигоне. В связи с этим двойная перевалка – это удорожание услуги. Это будет ложиться на карман наших избирателей, наших горожан. Вариант второй – возвести завод по дороге между Котласом и поселком Вычигодский. Горожанам он тоже пришелся не к душе. Тогда люди озвучили свое мнение. Местным размещением мусоросортировочного завода должен стать действующий полигон. Почему не выставляется вопрос на третий вопрос – на существующем свалочном полигоне? Самый нормальный вариант был бы… Генеральный план – это санитарная очистка города Котласа. Вот верди или не вы кафте. Так вот там черным по белому написано. Архангельский экологический центр разрабатывал, что необходимость мусоросортировочного завода строить рядом или на базе муниципального полигона. Черным по белому для вас дан совет. Чтобы построить завод, мы должны в первую очередь изучить изыскание. Данная зона, где у нас предлагается, вот рядом полигон ТБО, это у нас зона потопления. Вы представляете, сколько денег инвестор потратит, чтобы построить этот завод? Здесь рассматривается два вопроса. Один вопрос рассматривается одно место, второй вопрос – второе место. Я предлагаю голосовать. Если подняли вопрос за первое место, голосуем, не подходит. Все. Вопрос решен. Чего разводить бодягу? Меня специально послали послушать по данному вопросу. Именно те, кого позвали, их было порядка 10 человек, проголосовали за второй вариант. Подавляющее большинство собравшихся, оба предложения администрации отклонили. Не первого, не второго в это место, которое было предложено, а третьего, максимально близкого к полигону на участке, приближающей МОУ. Кто за? За это предложение? Кто за? Вы считаете? Вы считаете голоса. Таким образом, на публичных слушаниях предложение о внесении изменений в генеральный план и размещение мусоросортировочного завода на Черково или между Котласом и Вычегодским населением было отменено. Прислушается ли на этот раз администрация к мнению горожан станет ясна в ближайшее время? 7 тысяч книг собрали жители Поморья для библиотеки Плесецка. Среди изданий – произведения российской и зарубежной классики, в том числе около 70 собраний сочинений, современная художественная и детская литература. Большую часть краеведческой литературы подарил Ломоносовский фонд. Все книги, которые поступят в Плесецк через Добролюбовку, будут переданы вместе с электронным каталогом. Напомним, здание Плесецкой библиотеки сгорело 13 мая, а в результате пожара был уничтожен весь книжный фонд. В Архангельске прошел 9-й Северный межнациональный форум. В его рамках особое внимание Дням Азербайджанской культуры. Национальные танцы, песни, необычные музыкальные инструменты и, конечно же, южные сладости. Все это за долгие годы сотрудничества региона с южной страной уже стало частью Поморья. Очень важно сохранять культуру и традиции каждого народа. Создать условия для того, чтобы каждый человек, независимо от национальности, чувствовал себя комфортно и уютно в нашей стране. Только в Архангельской области проживает свыше 10 тысяч азербайджанцев. Они связали свою жизнь с Северным краем и теперь стремятся привнести частичку национальных традиций в культурную жизнь нашего региона. Во-первых, это способ нам их не забыть. Во-вторых, оповестить всех жителей нашей области о том, что такое Азербайджан, чем он живет, чем живет наша страна, чем богато славится, чем знаменито. В Центре патриотического воспитания работала выставка, где все желающие смогли отведать знаменитые национальные сладости, познакомиться с традиционными танцами и насладиться звучанием национальных инструментов. Еще больше новостей из жизни региона в 16 часов на телеканале ПС. Увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин